Относительно валютной пары евро против доллара самое важное событие, которое скорее всего и привело к тому, что давно ожидаемый сценарий достижения паритета как минимум заметно отодвинулся, заключается в том, что с одной стороны темпы роста экономики США оказались гораздо более слабыми, чем надеялись. С другой стороны в президентской гонке явно намечается определенный перевес в сторону кандидатов от демократов, соответственно от нынешней партии власти в США, что так или иначе вынудит ФРС как минимум сильно притормозить свою программу повышения ставок. Поскольку повышение ставки от ФРС ждут уже очень и очень давно, соответственно декабрьское повышение 2015 года внушило определенный оптимизм, но время идет, а повышение ставки не происходит. Это привело к тому, что в паре евро-доллар наметилось определенное движение в обратную сторону. Когда рынок долго чего-либо ждет и его ожидания не оправдываются, как правило многие участники рынка начинают испытывать разочарование и своими действиями порождают движение против той тенденции, которая ранее ожидалась. Тем не менее, по прошествии президентских выборов в США все-таки вероятность того, что ФРС захочет восстановить реальную доходность хотя бы по длинным долговым инструментам в долларе, очень и очень велика. Поэтому скорее всего идея о достижении паритета евро с долларом не умерла, а просто отложилась в достаточно долгий ящик. Главное, что изменилось с точки зрения возможных решений Федеральной резервной системы, это то, что президентская гонка логичным образом подходит к ее кульминации. Соответственно, у демократов и республиканцев практически определились фавориты, которым предстоит вступать в борьбу. И это начинает оказывать все большее давление на решения, которые принимает ФРС. С вероятностью процентов 80 можно констатировать, что все-таки фаворитом гонки является представительница демократической партии, соответственно, той партии, которая и сейчас находится у власти. И это дополнительно связывает руки ФРС. Потому что, несмотря на то, что формально любой центральный банк, и ФРС в том числе, независимо от правительства, но в жизни все-таки чаще всего центробанки стараются принимать решения, которые не вызывают бурного протеста у исполнительной власти. Это означает, что ФРС волей или неволей, но будет вынуждена подыграть кандидату от демократической партии. А это означает, переводя в плоскость макроэкономики, то, что принять решение о повышении процентной ставки становится еще сложнее. Возможно, ФРС все-таки и пойдет на чисто косметическое, очень небольшое повышение. Весьма вероятно, это будет четверть процентного пункта. Но решиться на этот шаг будет гораздо сложнее, чем если бы фаворитом были представители республиканцев. Это, собственно говоря, главное изменение, которое можно констатировать за последнее время. Примерно с осени 2014 года российские компании практически потеряли выход на западный рынок капитала. Соответственно, возник стратегический вопрос, чем этот капитал заместить. И одна из идей, которая получила поддержку на самом верху, это рынок облигаций, причем применительно не только к корпоративному сегменту, но и к частным лицам. Дополнительный аргумент в пользу облигаций это заметное снижение доходности по банковским вкладам. И если раньше доходность многих надежных облигаций была сопоставима с банковским вкладом, то сейчас в силу падения ставок у банков многие облигации становятся достаточно интересными. Но для того, чтобы полноценно заместить часть падающего спроса населения на размещение денег в банках, рынку облигаций необходимо стать как минимум более понятным для неспециалистов. И вот это, собственно говоря, главная проблема, которая, скорее всего, во весь рост встанет перед многими розничными банками. То есть, как сделать для обывателя облигации гораздо более понятным продуктом. И, соответственно, те банки, которым это удастся сделать, они получат возможность привлечь пассивы путем размещения облигаций, и этим заместив падение интереса к классическим банковским вкладам. К сожалению, пока успешных прецедентов на российском банковском рынке нет, но примерно с осени 2016 года, скорее всего, как минимум попытки мы увидим обязательно. Относительно курса рубля очень важно понимать то, что необходимо четко различать, с одной стороны, стратегические движения, которые вызваны макроэкономическими факторами, с другой стороны, движения сугубо тактические, которые связаны как с действиями крупных спекулянтов, так и с действиями отдельных компаний, которые иногда приобретают валюту в достаточно большом для рынка объеме. Что касается короткосрочных движений, то их аналитически прогнозировать очень сложно. Как правило, те, кто используют эти движения конструктивно, торгуют сугубо спекулятивно, просто наблюдая за поведением рынков внутри дня. А вот что касается макроэкономических факторов, то самое главное, о чем стоит помнить, это то, что дефицит бюджета до сих пор заметно превышает условную безопасную границу в 3%. Соответственно, до тех пор, пока дефицит федерального бюджета больше, давление на рубль в направлении его девальвации сохраняется. В настоящее время, кроме сильного роста стоимости нефти, других факторов, которые могли бы быстро и эффективно сократить дефицит бюджета, не просматривается. И поэтому вот такое вот стратегическое давление на рубль сохранится, скорее всего, достаточно долго. По крайней мере, на горизонте год-два вполне себе сохранится. Из этого следует очень простая тактика. Те люди, которые сберегают средства надолго, тот же год, два и более, для них, несмотря на большую разницу в процентных ставках между рублевыми и, соответственно, валютными продуктами, интерес к валюте, скорее всего, сохранится. Просто потому, что одна, даже средняя по меркам российского рынка, девальвация, способна съесть любую разницу в процентных ставках между, допустим, депозитами в рублях и депозитами в валюте, соответственно. Поэтому главный критерий, который подталкивает осторожных инвесторов в сторону валютных продуктов, это дефицит бюджета. Пока он заметно больше 3%, давление на рубль, речь идет прежде всего о стратегическом давлении, скорее всего, сохранится. Прежде всего, нужно отметить, что по итогам прошлого года российский фондовый рынок показал не такой уж и плохой результат. Но поскольку действительно оценки, в том числе и оценки рисков со стороны глобальных инвесторов поменялись, и поменялись, к сожалению, не в позитивном направлении, как только доступ к дешевому западному рынку капитала пропал, встал вопрос, чем этот доступ можно заменить. И один из сегментов, который потенциально может заменить пропавший доступ на западный рынок, это рынок облигаций. Рынок облигаций более гибкий по сравнению с рынком акций. И если розничным брокерам удастся объяснить привлекательность облигаций для массового клиента, не исключено, что именно рынок облигаций станет той палочкой-выручалочкой, которая поддержит участников российского фондового рынка в 2016-2017 годах.